добрый день дорогие друзья как вы поняли по нашей обложке у нас сегодня в гостях моя любимая радио и телеведущая актриса Алла Довлатова встречайте 30 лет я на радио нашем бизнесе вот я имею ввиду в шоу-бизнесе вот слишком уж нежный быть тоже нельзя тогда я поняла что мне надо всех обмануть я приезжаю прям вся вот такая на взводе не могу дать человеку красть мое шоу ну зачем ты пришел конечно такое раздражает ты молодец умница как ты хорошо себя держишь в руках был такой период какой-то такой сложный для меня я понимала что у меня есть еще старшие дети надо кормить семью я должна зарабатывать алла здравствуйте здравствуйте очень рады вас видеть у нас в гостях но я хочу обратить внимание на всех и может кто не знает что у алла довлатовой четверо детей не двое не трое а четверо дарья павел александра и мария расскажите пожалуйста кто чем занимается немножко про каждого ну начнем со старшей сдаше и 22 года вот этим летом будет 23 она заканчивает учебу в университете сначала пошла на журналистику а теперь у нее такая факультет называется глобальные процессы вот поэтому это такая сложная там учебный график но при этом она человек очень деятельные она на еще и работает работать пошла после первого курса сначала поработала поработала в одной из сети кофеин поднялась там вот по этой служебной лестнице самого низа с бариста и до замуправляющей кофейни потом была пандемия и она во время пандемии вот уволилась стала искать себе работу время было непростое в конце концов она а теперь работает на телевидении редактором а так что коллега и моя и ваша она такая очень философская ну то есть вот например если не нужно получить совет по поводу там правильно ли я поступила в отношениях между людьми в первую очередь к ней я иду за ситуацией про отношения я тоже человек очень эмоциональный могу там где-то вспылить правда потом конечно же извиняюсь и все но а потом я и говорю вот слушай вот все-таки я себя же должна оправдать она мне даже не думай даже не думай вы знаете наверное в чем-то но но все равно вот дети они все они все другие они все равно вырастают в личность как вот вот такого сказать что вот я узнаю в каждом из своих детей себя чуть-чуть наверное только вот какие-то намеки штрихи а так нет вот самого маленького возраста это вот отдельная совершенно личности и абсолютно не все неповторимые дальше вам сейчас 22 года да и вот был длительный период времени когда вы не могли забеременеть и в одном из интервью вы сказали что она у вас вымоленная у всевышнего вы скажите что делать тем девчонкам у которых вот случилось сейчас не могут забеременеть вот что важно в этот период но во первых не отчаиваться не зацикливаться знаете как говорится есть такая философия расширения вот когда ты расширен ты это из разряда энергетики йоги вот этого вот всего почему важны медитации нужно быть внутренне спокойным принимать эту ситуацию это во всех религиях и в наши в том числе да ну у нас всегда говорили смирение до смирение вот у меня такой характер он подчас мне во многом наверное помогает во многом и мешает ведь материнство это совершенно состояние какой-то в благодати а я такой боец и у я борец я вот где-то в драку вязаться я имею ввиду психологически или там эмоционально или даже особенно по молодости я очень жесткая было и поэтому у меня такое ощущение что мне показывал господь что я должна поменяться у меня не было проблем со здоровьем в тот момент то есть я обследовалась мне все было хорошо но беременность не наступала и это было так странно это было ну от этого на начнешь нервничать вот нервничать не надо в этот момент и конечно надо разобраться самим собой потому что сейчас по прошествии стольких лет я понимаю что иногда это бывает психологически какой-то стопор внутри блок правильно внутри человека он не готов эмоционально стать матерью он должен изменить свою внутреннюю философию ведь это это не такое вот те простое там а раз я мама нет это совершенно другая уже ответственность это совершенно другой образ жизни это совершенно все меняется конечно когда нам 20 там с лишним лет ты не осознаешь этого ты не понимаешь я тогда этого не понимала и и поняла я это гораздо позже наверное уже когда только сына родила вот только тогда я начала что-то понимать хотя конечно же я очень сильно изменилась когда стала мамой но я думаю что я потому и молилась и вот я помню к стене плача ездила и вот там просила и как-то вот у меня вот мне что-то не дается а я должна это получить вот вот этого а это неправильно хорошо тебе не дается значит подумай почему тебе не дается ничего не бывает а может быть кому-то мужчины не подходит вы же врачи выжить понимаете что люди тоже друг другу бывает на кто-то здорово абсолютно несовместимости все значит не твой человек значит вас случайно свела эта судьба может быть чтобы там кого-то от чего-то отвести от какой-то трагедии горе значит может быть надо остановиться подождать успокоиться вот расшириться и тогда что-то в жизни произойдет и поменять но некоторые ездят молятся тоже там годами вымаливают кто-то делает и и это тоже здорово у меня много подруг которые за счет эко уже мама мама мамочки и счастливы и все отлично то есть у каждого своя собственная ситуация и мне кажется нужно научиться понимать себя что с тобой происходит во времена когда многие зарубежные производители уходят с рынка продукты которые мы привыкли исчезают с прилавков а цены даже на российские товары стремительно растут важно понять где же сейчас покупать качественные продукты для красоты и здоровья чтобы было выгодно и желательно с удобной доставкой для себя и своей семьи я все это заказываю в интернет-магазине маркет здоровья у них огромный ассортимент товаров проверенных отечественных производителей также на сайте маркет здоровья вы найдете множество продуктов питания для детей например пюре из яблок фрута няня 250 граммов всего за 49 рублей а для себя я всегда заказываю несколько плиток российского шоколада либертад без сахара сплошное удовольствие и минимум калорий небольшое количество натурального шоколада поднимет вам настроение и даст дополнительную энергию для работы мозга владельцы интернет-магазина не только не повысили цены но еще регулярно проводят акции а при покупке от 2500 рублей доставка по всей россии до вашей квартиры будет бесплатной кстати на сайте проходят лайв стримы о разной продукции с моим любимым актером театра и кино михаилом пальцемака переходите по ссылке маркет здоровья в описании к видео и выбирайте качественные продукты для красоты и здоровья вашей семьи паша он ему скоро 18 лет вот тоже лет они у меня оба летние у нас тяжелый год егэ в этом году поступление и поэтому сейчас вот он весь в учебе весь погружен в это мы раньше занимались хоккеем он занимался хоккеем ну я называю там мы потому что тема когда ребенок занимается командным видом спорта это считаете что родители тоже вместе там же с ним варку а тогда вы меня понимаете и вот в прошлом году был последний выпускной год нужно было принимать решение он хотел идти дальше в хоккей я конечно хотела чтобы он все-таки поступил и в какое-то приличное место и и случилась травма прямо в самом конце сезона случилась серьезная травма такая с полугодовым восстановлением да и понятно было что уже с хоккеем смысла нет середины сезона начинать когда уже растренированный и вот поэтому у нас этот год он вдруг осознал что надо учиться что какие вузы на выборы вы знаете он хочет идти на менеджмент он считает что у него есть к этому способности талант и это будет какой-то экономический профиль саша вот совсем недавно этой весной исполнилось 14 лет она заканчивает восьмой класс идет в девятый она занимается танцами занимается для себя натура утонченная такая художественная но я имею ввиду вот внутри очень нежная такая как это ранимая и и так уговаривала пойти по театральному вот поприщу я говорю у тебя внешность очень необычная прям вот но неординарная внешность вот такие люди по улице не ходят мне просто кажется что когда человеку дана от природы вот какая-то необыкновенная такая внешность необычная то он может в актерской профессии сильно преуспеть по крайней мере он будет не похожи на других но она сказал нет это не мое мне это не нравится и маша это вот полная противоположность саши она наоборот вся на публику она все вы знаете вопи ну не знаю в конечно в таком возрасте пять лет ей в таком возрасте все дети еще очень эмоциональны да но есть конечно дети которые в принципе сами по себе вы такие уже серьезные с детства ну я думаю таких меньшинство большинство детей они любят поиграть пошуметь потом уже проявляются истинные черты характера но она овен поэтому она такая вот мне кажется вот если ей идти в какую-то актерскую профессию не это может получиться на любит она мне напоминает раневскую когда не внешне конечно же и не по каким-то талантам но я просто помню читала много лет назад о воспоминания фан георгиевна и она вспоминала когда я было пять лет значит как вот она там определенный повод он был очень такой тяжелый и она плакала и она говорит и когда я поняла что я плачу она это я захотела посмотреть зеркало как я выгляжу чтобы понять что какая я вот в этот момент вот это как раз пять лет это она вспоминает себя то есть вот это как раз и проявляется вот эта актерская природа когда человеку интересно то есть ну когда человек может даже в тяжелый какой-то момент вот когда ребенок плачет все равно он думает о том а как он выглядит а что это но то есть это это вот это называется многоплановость вот такая вот у актеров чем более многоплановая личность тем более потом мощным актером он становится наш артисты тоже бывают разные там есть артист одного плана есть вот такие вот как фаина георгиевна ну я не ни в коем случае не хочу сравнивать своего маленького ребенка но я ловила на мысли и и что она начинает плакать именно там что-то не так а сама в зеркало профессионально это ловите да я вспомнила именно вот этот эпизод и после чего я подумала что наверное ей можно попробовать это вы счастливы и вам удалось родить после 40 вот что это за эмоции о это отличные эмоции но это 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 здорово то есть я например с сашей много очень работала и ну может быть и с пашей и с дашей и вот какой-то вот это вот вот это вот самое детство детство ну так не скажу что пропустила конечно не пропустила но все равно какие-то моменты вот они не не каждый день я это видела а здесь я сейчас это вижу каждый день я немножко стопорнулся я поняла что вот сейчас она повзрослела уже вот теперь уже можно работать больше активнее а так я много с ней времени провожу с маруси и и мне кажется что вот я наверстала то что было упущено может быть тогда все годы ала поджидают женщину какие-то опасности вот именно в этом возрасте вот беременность когда я не врач я тут сказать не могу вас проблем а нет у меня слава богу все было хорошо у меня вообще беременности давались очень легко но я всю беременность равно занималась у меня йога и акваэробика каждый день тренировки даже я понимал что на себя держать форме и это легко это полезно я тоже через это проходила во время второй беременности я начала заниматься активно и поняла насколько мне стало легче жить когда у меня вали да да когда у меня спорт каждый день вот например с машей я вообще даже не надела ни одного дня во время беременности как корсет да бандаж вот этот вот нет не надела потому что занятие и все держит мышцы сами держит вернее как я потом вдруг такая вспомнила 6 месяцев а чё это я бандаж то не на пошла купила бандаж надела и все заболела сразу неудобно я его тот же сразу сняла да то есть вот нет мне кажется дело не в возрасте мне кажется дело в образе жизни ну конечно вот мы с курсовом говорили он у меня последние две беременности принимал и марк аркаевич мне говорит а там у нее что-то анализ говорит надо вот анализ какой-то после этого возраста надо сдавать какую-то пункцию там да да я говорю а зачем насколько это необходимо ну положено так но он такой дорогой его чтобы этот анализ сделать его в америку отправляли я думаю что сейчас уже все поймут что его не надо делать вот но или у нас будут делать не знаю но когда я его спросила а каков процент проблемы он сказал разница в три процента всего лишь навсего там до 35 ну допустим там количество детей ну вот с какими-то этими проблемами которые рождаются вот у молодых это допустим там 3 процента или там полтора процента а после 40 это 4 процента ну там вообще ни о чем то есть если говорить статистически это ни о чем а почему вот рассказывается об этом вы знаете как будто такое ощущение прямо как во вред как будто бы чтобы женщину запугать что типа все хватит уже нет уже тебя поздно рожать почему не поздно а вы после родов достаточно быстро выходили на работу практически через две недели после каждого это связано какой-то осознанный выбор или необходимость вы знаете это всегда осознанный выбор и когда я дашу рожала я тогда помимо радио у меня было еще телевидение и там у меня просто не было выхода и выбора то есть я до конца работала у меня выходила передачи телекурьер каждую субботу субботу мы снимали о всех событиях которые происходили в городе в этот день вот самого раннего утра и программа выходила в эфир в 11 вечера соответственно я понимала что вот я рожу например там грубо говоря в четверг значит на эту субботу кто-то проведет место меня там а следующую субботу должна уже выйти работать я поэтому вот первый раз это было именно так с пашей естественно у меня было шоу уже на русском радио и они меня ждали рожала я в петербурге поэтому нужно было ну хотя бы две недели ребенку дать немножко адаптироваться чтобы прилететь в москву и выйти на работу но там у меня был выпуск спектакля и выпуск спектакля как раз был вот на то есть генеральные прогоны начинались на 12-13 день после родов поэтому мне уже смысла не было сидеть не ходить на радио если я все равно к 12 дня приезжала в театр и до вечера сидела там в театре ну как сидела мы репетит репетировали выпускали вот поэтому там через две недели там тоже ну как бы была вынужденная ситуация хотя и осознанная с Сашей это уже ну просто привычка просто я понимала что я работаю уже в декоративе сидела да то есть я работаю до последнего дня и там у меня даже были какие-то я помню передачи я думала в записи сделать если допустим думаю там роды начнутся во вторник чтобы у меня оставалась там ну допустим среда четверг и пятница ну такое у меня такие были мысли а потом я думаю ну а с другой стороны ну что люди же поймут все равно же скажут что она рожала ну поэтому я решила уже запись не делать ну вот до такого доходило поэтому нет наверное это все-таки осознанный выбор а у а есть какое-то чувство вины у нас у всех у работающих мам да что то мы не додаем детям как справлять не додаем но чувство вины это плохое чувство поэтому если оно возникает я знаю точно вот вы врачи вы либо сейчас мне дадите не дадите соврать я в этом уверена потому что вы знаете как организм реагирует на всевозможные негативные процессы связанных с психологией я чувство вины не позволяю себя взять в тиски потому что если я чувствую себя виноватой у меня идут сбои какие-то в организме то есть организм начинает я не знаю что это такое но что-то происходит ненормальное со здоровьем то есть для того чтобы я чувствовал себя здоровой мне нужно быть счастливой абсолютно для этого да когда у меня возникает подобное чувство ну вот например оно у меня было при Саше потому что у меня был период я ушла с радио тогда не было еще телевидения вот был такой период какой-то такой сложный для меня может быть этот период мне был дан для того чтобы я родила ребенка и насладилась ну то есть я уже ее родила чтобы я с ней была но я понимала что у меня есть еще старшие дети мне надо кормить семью и я должна зарабатывать и я поехала на гастроли у меня тогда было несколько номинований театральных и вот я ездила много на гастроли и вот тогда я переживала очень конечно что она маленькая что я оставляю но она к этому относилась нормально без криков без слез без всего когда например Даша была маленькой у меня был вынужденный переезд в Москву и было полтора года но я сразу с ней поехала то есть я просто взяла ее под мышку и там в поисках няни но ребенок был со мной и вот она была такая неотрывно со мной она и на съемки в экспедиции со мной ездила но с няней конечно тоже но тоже маленькой полтора годика и было годик шастала там когда паузы у нас ну там очень много же пауз мы там то света ждем то тени ждем то еще что-то особенно когда натура там ну там очень много простое такого в кино то есть ты снимаешь сцену ты там час работаешь или там полтора а потом начинает меняться другая сцена и дальше ты идешь там репетируешь читаешь ждешь там час может уйти два часа на перестановку соответственно после этого опять вот это время она была со мной или там пойдет поспит ну в общем с Пашей я уже таких подвигов не повторяла потому что мне казалось что все-таки ребенку лучше его психологии когда он дома когда он спит по режиму когда он ест по режиму когда у него все такое когда нет лишних людей ну то есть тоже не не беспокоить ну плюс он начал рано заниматься спортом поэтому ну я все равно конечно старалась уделять им внимание то есть вот у меня вот например съемка закончится у меня будет час до эфира вот если будет час до эфира все зависит от пробок если пробки например мне позволят на 15 минут заехать домой я заеду домой я заеду домой я очмокну я узнаю что сейчас у них каникулы что у тебя что у тебя у него там это будет перерыв между двумя репетиторами как раз у дочки там тоже поинтересуюсь мы все время на связи ну и соответственно у Маши уже она проснется после дневного сна она у меня спит днем вот то же самое перед прогулкой как-то с ней пообщаться а вот женщина может быть довольна собой как мать и быть успешной в карьере да нам кажется что ваш опыт это как раз да я считаю что да потому что вы знаете мои дети мной очень гордятся особенно те которые уже взрослые осознанные да и вот это чувство гордости когда ты понимаешь что тобой гордятся твои дети мне кажется ну вот наверное вот что родители тобой гордятся и что дети тобой гордятся ну вот потом уже наверное когда муж тобой гордится да как женщина все там как женой как матерью но вот дети они вот сейчас на первом месте потому что это как но это значит что ты все делаешь в этой жизни правильно проблема есть такая в россии у нас это демография конечно идет спад как вы считаете почему женщины стали меньше рожать и как их вообще замотивировать ну во первых конечно для того чтобы женщине не хотелось родить должен быть человек рядом который берет на себя ответственность за нее за детей если она сама на себя все тащит она понимает что ответственно только она если она не может рассчитывать на человека который рядом даже если она не одинока я думаю что проблема не в женщинах проблема в отношениях между людьми проблема в мужчинах что они перестали брать на себя ответственность ну я думаю что сейчас вот время такое оно конечно тяжелое непростое но сейчас мужчина очень сильно поменяются а сейчас мужчины станут более такими включенными в жизнь ну вы правильно сказали что у нас да извините перебила что сегодня такое время действительно непростое и оно длительный какой же период идет в начале была эпидемия сейчас какая-то невероятная русофобия как вы думаете с чем это может связано ну как с чем связано связано с противостоянием Америки и России ну то есть не даем мы им покоя потому что хочется им нас завоевать слишком большая страна и всех слишком сладкий кусок конечно я просто я верю в то что все равно все у нас будет хорошо ну да надо как это сказать время должно пройти нам нужно всем быть едиными быть солидарными любить свою страну и все у нас будет хорошо а вот если первое что приходит в голову семья что для вас ну семья это вот дом полный детей детский смех детские крики детский разбор ну вот этот вот шум такой движуха любовь естественно конечно же любовь понимание поддержка друг друга обязательно надо поддерживать потому что ну без этого нельзя а кто в семье вас называет по имени Марина вашему настоящему имени ну наверное папа мама а муж друзья какие-то называют Марина нет 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 только одна у меня есть подруга с которой мы дружим с моих 16 лет ее кстати тоже зовут Марина но вот она меня ну и то она меня даже больше какими-то ласковыми такими производными от этого имени там морфунем морячок ну вот как меня папа так называл в детстве ну вот скорее вот какими-то вот такими ну то что вот тогда было вот когда она помнит как меня еще подростком ребенком родители звали вот она запомнила это ну вы легко как-то вот перешли на другое ну я давно стала Аллой я стала Аллой в 18 или в 19 в 19 лет ну сколько и все и с тех пор как бы я для всех Алла и мне это имя очень нравилось всегда я не могу сказать что какое мне имя нравится больше нет ну одно имя у меня святая святки я крестилась с этим именем я имею ввиду Марина а Алла это имя да и мне нравилось мое имя всегда и в детстве в том числе оно такое нежное очень нежное но наверное в нашем бизнесе вот я имею ввиду в шоу-бизнесе вот слишком уж нежный быть тоже нельзя ну такое у меня впечатление поэтому может быть я и интуитивно тогда были такие обстоятельства что мне нужно было взять по свиданиям моей там педагоги в театральном институте потому что они были против того что студент работает вот а я работала на телевидении и меня заставили уйти под давлением я была тогда мне сказали иначе до сессии не допустим ну в общем пришлось сделать выбор а тут же сразу сессию сдала и пригласили на радио и тогда я поняла что мне надо всех обмануть и вот я себе выбрала но имя Алла мне кажется оно мне тоже очень подходит потому что вот это как ну вторая сторона души моей открылась то есть у меня внешность такая очень ну вот нежная а внутри я очень стержневая и очень жесткая очень жесткая внутри и поэтому вот есть некое такое несоответствие моего характера и моей внешности и поэтому вот это имя Алла оно мне кажется даже моей внешности придало вот определенную жесткость чтобы все таки как то я совпадала у людей с тем что я есть на самом деле с моим образом да да я веселая я там люблю поржать я легкая вот по характеру все но при этом я жесткая что интересно имя выбирают нам родители и тут мы как говорится не принимаем в этом участие а тут вы сами могли свою немножко судьбу отправить наверное что-то по наверное что-то по отправилась может быть что-то изменилось я думаю что характер мой скорее а чуть-чуть изменился после этого огромное вам за это спасибо что вы откровенно говорите что вы хотите обмануть старость обмануть старость и хотите все время выглядеть молодой тоже хотим скажите какие-то основные правила которые всем девчонкам нужно использовать хотя бы что приблизиться к вашему результату что мы сейчас такое можем подчеркнуть из современной косметологии образа жизни аппаратная косметология конечно сильно помогает она прямо идет семимильными шагами вот я делала зимой себе смаз мне очень понравился результат РФ лифтинг вот сейчас делаю тоже на хорошем аппарате и помогает и от лишнего жира избавиться потому что все равно есть места которые не проработаешь и которые уходят в последнюю очередь так вот здесь мне очень даже помогает это РФ лифтинг потом я делаю массажи постоянно потому что ну вот я считаю что все равно вот спина суставы это это очень важно это внутреннее ощущение что ты молодой вот когда у тебя ничего не болит поэтому для меня спасение это массаж постоянно это вода плавать или там заниматься аквой я не знаю почему ты вот приходишь на акваэробику там бабульки но вот сейчас смотрю нет тенденции уже молодежь тоже идет потому что вода это вообще великое дело я ее и пью много и все стараюсь быть в воде потому что ну ну я не знаю мне кажется что живу в воде и в движении это правда в воде и в движении да наверное это есть со стороны вы очень позитивный человек спасибо вот позитивный настрой это профессионально выработанное годами или это что-то врожденное ваше нет я думаю это врожденное сколько я себя помню я вот такая была у меня папа очень такой позитивный человек очень оптимистичный человек мама внешне позитивная вот такая но внутри там больше у нее там каких-то сомнений вопросов у меня тоже много сомнений и вопросов внутри но все равно вот этот позитив он наверное мне от родителей передался бывает что вы не в приподнятом настроении а вот ну нет того внутреннего ресурса а нужно с нами делиться со слушателем бывает бывает и вы знаете я очень часто сталкиваюсь с тем что многие актеры там раз ну вот в театре например когда в антрепризе я играла у меня были партнеры взрослые они уже были мужчины которые иногда срывались там на кого-то и конфликты были вот такие жесткие и я понимала что человек вот таким образом подзаряжается как будто а потом он выходит на сцену и фонтанирует и все прекрасно потом он подойдет извиниться все ну вот я понимаю что наверное может быть это возрастной момент когда у человека уже не хватает энергии и там что-то болит я не знаю ну в конце концов какие-то могут быть процессы мы же не можем в чужой организм попасть и а ему нужно нужно подпитаться ну то есть и вот я понимаю что это не специально люди делают это происходит подсознательно подсознательно да то есть организм сам вот это ему дает вот этот вот толчок и может быть потому что он раздражительный его что-то раздражает я себя поймала на мысли что у меня бывает вот например я приезжаю на эфир что-то не клеится что-то не складывается ну бывают разные события в жизни я приезжаю прямо вся вот такая на взводе что называется просто на взводе я конечно себя стараюсь держать в руках что делаете ну у меня вот то что касается сцены или эфира там вот это состояние взвода там просто уходит моментально оно да оно вот моментально трансформируется я не знаю как я не знаю что происходит но вот это отрицательная энергия которая внутри она моментально вот трансформируется я ее получается когда когда она уже выходит на слушателя или на зрителя она превращается в положительную то есть ваш собеседник вас не может раздражать может может а вы это будете как-то проявлять или будете подавлять буду я буду проявлять это но но стараться я уже все-таки профессиональный человек стараться профессионально да ну 30 лет я на радио уже в этом году 31 я буду стараться это делать не обидно но у меня были такие случаи например на интервью я задаю человеку у меня очень короткий сегмент там временной понимаете отрезок 2,5-3 минуты я задала 30 секунд вопрос значит человек должен за 2 минуты ответить на него и потом раз все мы пошли песни 2 минуты песни потом раз мы опять побежали тайминг очень четкий тайминг и я понимаю что я не могу дать человеку украсть мое шоу он сядет вот это невозможно считаете да 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 и вот у меня бывает в интервью приходит человек который плохо формулирует свои мысли я задаю вопрос ну да вы мне сложный дали вопрос ну сейчас я подумаю я понимаю что человек сидит думает 15 секунд а про то что вопрос у меня был сложный еще секунд 30 на это ушло то есть я понимаю что ровно половина времени от его ответа уже ушло сейчас я не знаю сколько он еще будет думать я говорю все понятно я говорю тогда второй вопрос дальше задаю второй вопрос ой новые вопросы так все ясно слушаем песню ну бывает и такое ну что делать ну конечно же я не буду говорить ты что дурак что ли или ты вообще зачем ты приходишь давать интервью если ты разговаривать не умеешь но я понимаю что может быть человек ну теряется не успевает не смог трансформировать свою энергию в положительную просто ну то есть я просто вот понимаю что ну вот так оно получается ну хорошо выходим из ситуации весело и когда я понимаю что я вроде бы как мне что-то не нравится но я не обидела и я это сделала как-то мягко внутри себя происходит момент приятия удовлетворение ты молодец все молодец правильно сделала умница как ты хорошо себя держишь в руках и так я себя уже и мне уже пофигу это очень важно это правда очень важно потому что приходят к вам все уважаемые люди известные популярные и они получают удовольствие общаясь с вами там танцуют пытаются тоже шутить когда получает человек удовольствие все хорошо но люди бывают иногда разные иногда бывает что к тебе кого-то приглашают и человек не готов еще пока что к интервью или по каким-то своим причинам не готов нет даже среди уважаемых людей бывает такое приходит человек а он извините меня то есть это нормально конечно но вот я сейчас вспомню слова садальского много лет мы со стасом дружим и партнерство в карман не полезет вот очень точно он сказал он очень профессиональный человек сейчас я объясню в чем дело по поводу нашей профессии неважно певец артист музыкант ну человек который выходит на сцену и должен что-то отдать поделиться в первую очередь это должна быть энергия значит человек который приходит на интервью на радио ко мне в шоу он приходит не покрасоваться не себя показать он приходит выполнить задачу так же как и я пришла сейчас к вам я пришла выполнить ту задачу у вас есть своя драматургия я в ходе этой драматургии должна делать то что от меня требуется я это понимаю поэтому я выспалась сегодня я отдохнула я приехала готова делиться и отработать значит то же самое ко мне приходит уважаемый человек но он с одного поезда на другой пересел 25 концертов дал еще песню записал еще в ночь снимал клип и приходит вот такой уже он еле сидит вот так ну зачем ты пришел ну конечно такое раздражает понимаете потому что там аудитория там люди включили радио их надо развлекать я пришла для этого я для этого живу на этом свете я для этого работаю я реально вот понимаю что я для этого я получаю зарплату кормить своих детей я ем свой хлеб не случайно сейчас я должна крутиться на пупе потому что он пришел уставший я уважаю его профессию но ты же я в этот момент понимаю что он не уважает моего слушателя ему на него пфу для него это не его зритель получается а это тот кто просто придет в кассу заплатит деньги а вот тут на концерте я вам покажу а ты не имеешь права ты артист ты не имеешь права не готовым прийти вот садайский когда-то мне сказал фразу я только что вот его вспомнила он сказал нужно успеть накапливать если ты все время будешь только отдавать 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 ты придешь на сцену опустошенный или ты придешь там на интервью опустошенный вот если ты сегодня даешь интервью потом значит вот сядь отдохни накопи энергию и уж тогда в эфир выходи ну ты выходишь в эфир ты должен что-то выдать а иначе зачем пирожок ни с чем Алла сейчас прошла фотосессия для нашего журнала современное здоровье а как вы относитесь к своему здоровью ну я конечно стараюсь его беречь но всеми способами возможными и невозможными наверное вплоть даже ну я занимаюсь спортом ну как спортом фитнесом я слежу за питанием то есть я правильно питаюсь я пью воду соблюдаю режим вот этот я соблюдаю там определенные диеты вот метаболическая например мне в последнее время очень нравится я себя хорошо чувствую я раза два-три в год делаю чекапы то есть проверяю кровь все анализы все то есть я хожу раз в год прохожу специалистов там например сейчас начала уже раньше это были гинеколог это был эндокринолог теперь уже добавился кардиолог сюда ну соответственно знаю там какие у меня генетические есть предрасположенности со стороны родителей бабушек дедушек тоже стараюсь проверять эти области своего организма я делаю капельницы периодически ну такие омолаживающие капельницы иногда есть там простудилась сразу бегу давайте мне витамин С давайте мне глюкозку давайте постоянно занимаетесь правильно делать это образ жизни это образ жизни капельницы я прям вообще фанатка этого ну вот прошедший золотой граммофон у нас всех удивили красивое платье на сцене а вы похудели сказали на 10 кг не на 10 на 8 на 8 в общей сложности сейчас на 9 вот уже просто еще килограмм добавился уже вот в последние и за короткий период или да это была вот та самая метаболическая диета у меня подруга кандидат медицинских наук врач-эндокринолог она в общем-то контролирует так мое здоровье я приехала к ней и мы она взяла все анализы анализы были в порядке но нужно было срочно убрать ну на тот момент надо было от семи лишних избавиться потому что за то время что мы с ней не виделись я прибавила 5 кг она когда мне это все показала я конечно пришла в ужас она говорит все тихо не переживай сколько у тебя три недели есть за три недели я тебе эти 5 кг сниму но только надо жестко требовать вот полного послушания значит мы исключили все углеводы она сделала мне вот эту вот тему кето то есть когда добавила прям мне максимально жиров то есть рыба мясо все жирное овощей там было совсем чуть-чуть прям совсем прям свежие огурцы по-моему и все и салатный лист вот печень трески с яйцом треской вот все такое чтобы жир да 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 чтобы жир начал чтобы жир начал себя сжигать за счет вот того что у него нет углевод то есть организм начал начнет пожирать твои собственные жиры я не поверила я подумала что это какая-то фантастика но когда через неделю у меня ушло два килограмма наконец второй неделе ушло еще два килограмма я к ней приехала через две недели и там получилось ушла два килограмма воды и два килограмма жира ты посмотри такие результаты за две недели у тебя ушло два килограмма внутреннего жира тогда я поняла что да что-то это круто еще одна неделя и ушло вот как раз вот за эту неделю еще там два килограмма я пришла на золотой граммофон минус 6 я была конечно счастлива потом она мне говорит ну теперь нельзя останавливаться я говорю не конечно нельзя она говорит до нового года поддержим эту диету ладно я говорю ну хорошо до нового года давай значит банда нового года ушел еще получается килограммчик есть это а а мы через две недели сделали анализ крови и по анализу крови там холестерин и вот такие вот печень а лт а ст вот такой вот я говорю что это такое не волнуйся она говорит все нормализуется ну конечно столько жира сразу организм не понимает только должна быть консультация врача как у вас это и правильно было она говорит у тебя не это еще и у тебя все нормально она говорит ты же не за не у тебя не зашкаливает ну должно быть риск высших сосудистых кардиологов конечно но вот она говорит все держим под контролем через две недельки посмотрим кровь и если вдруг там опять пойдут результаты такие ну если вернее не пойдет снижение то тогда конечно значит тебе не подходит это пока я вижу что подходит но я немножко психанула все равно потому что но анализы испортились а через две недели они встали на место вот и поэтому я могу сказать что конечно же это была такая непростая диета на стресса потом она мне сказала так ну а теперь добавляем чуть-чуть там иногда кинула иногда значит вот там помидорку овощей но там ну фрукт там яблочко мандаринку вот такой кусочек черного шоколада в день не больше ну и конечно никакой больше ни молочки никаких вообще углеводов ничего она говорит вот так вот живи до лета вот но все равно но анализа делала получается сейчас все хорошо и холестерин и АЛТ и АСТ все встало но но была простая мотивация это платье золотой граммофон обычно что вас может кто вас может замотивировать вы знаете меня мотивируют люди которые хорошо выглядят вот я например встречусь там ко мне в гости придет какая-нибудь девушка или там мужчина неважно но я прям вижу человек молодец на спорте на здоровом образе на таком ну как то вот ну хорошо выглядит глаз радуется и там я думаю надо браться за себя у меня я могу сказать меня муж мотивирует он занимается каждый день он встает в 5.30 чтобы успеть сделать полчасовую такую в хорошем режиме зарядку прям вот в таком вау режиме что он весь мокрый и выходные тоже он меня в хапку и в спортзал с ним стыдно не заниматься ну я занимаюсь по-своему конечно вот он любит на изнеможение но это мужская форма удовольствие я люблю все такое вот для релакса для удовольствия я же говорю я выбрал там себе аква аэробику ту же самую йогу хотя врач кардиолог сказал что все нормально все хорошо но кардионагрузки обязательно уже надо добавлять как вы наполняетесь я спортом люблю заниматься я йогой занимаюсь конечно же когда вот эти дыхательные практики это же очень дает вот энергию а воду я очень люблю а у джана пранаяма пара занятий как не сильно кроме русского но это дыхание да я поняла дыхание я все умею делать но как они называются по я может уже вот у меня все по-русски вот собака мордой вниз там кошка не знаю змея там кто угодно а ваш голос инструмент ваш голос шикарным мы за это вас тоже в том числе и любим а мы понимаем что звучание голоса зависит и от психологического настроя и от настроения конечно естественно потому что бывает приходишь вот в таком не очень настроение и голос никогда не услышим что если вы например нервничать нет услышите голос становится более высокий когда ты спокоен в комфортном состоянии голос становится такой более низкий поэтому конечно же это можно услышать но я думаю что за многие годы работы но можно себя научить но не знаю мне кажется что по мне слышно по мне слышно когда меня вот в эфире человек начал напрягать что я все равно выдаю истинную эмоцию поэтому думаю что может быть за это меня и любит что я настоящая да да что у меня эмоции все настоящие ну например слушатель едет и думает ну что же это там за и потом такой и да в латву тоже уже злится эмоции это всем же нравится я думаю что да а то шикарная артикуляция четко ясно всегда нам слышно все что вы произносите дайте какие-нибудь пару упражнений ну вот для нас обыватели как нам чуть-чуть быть похожим на вас слушайте ну это такие упражнения которые вообще ну ваши фирменные 18-19 лет назад каждый день занимаетесь нет вообще не забыла уже этим точно не занимаюсь ну вот например сейчас видите из-под пригорка из-под подвы подверта зайчик припада выпадвернулся ну вот какие-то такие скороковорки но это я помню времен института театрального там у доярки платье ярко чтобы сразу пошел да ну вот эти все ну вот ну вот можно это сделать перед выходом на сцену а перед микрофоном уже наверное нет уже все на автопилоте открывается все как нужно ну мне кажется что реально на автопилоте это происходит Алла, как изменилась ваша жизнь за последний месяц? ну может быть какие-то отмены встреч может быть какая-то изменение в каких-то сферах деятельности разговоры совершенно другие с кем-то перестали общаться вы знаете у меня на той стране никого не было никогда у меня все здесь и мой круг это люди которые любят свою страну и которые все абсолютно одинаково мыслят то есть вообще ну у меня просто таких людей даже рядом не было вот поэтому в этом плане ничего не поменялось у меня есть женщина которая помогает по дому она родом из горловки поэтому все что там происходило я очень хорошо знала еще тогда когда это нет это уже все давно показывают по телевизору просто люди не хотели это видеть не хотели в это верить не хотели в это вникать как-то спокойнее живется когда ты не думаешь что тут над такими же как ты людьми измываются издеваются а ты конечно не хочется в это верить так же проще а я это знала и я понимала к чему все то есть я морально была готова нет никаких там отмен ну может быть несколько интервью отменилось потому что несколько артистов просто под концерты хотели прийти и у них отменились концерты по каким-то своим причинам ну вот сейчас назначат им дату они снова придут по большому счету понимаете я нахожусь в такой среде ну я стараюсь во первых общаться с такими людьми даже из актерского лагеря которые осознают что не над любить не себя в искусстве а искусство в себе что если ты вышел на сцену если у тебя есть зритель то в трудное время артист должен быть всегда рядом со зрителем он должен его направлять он должен его радовать он должен ему поднимать настроение он должен унести вот то добро если если люди растерянны значит нужно заменить эту растерянность на уверенность на спокойствие мы должны быть сейчас как никогда на передовой у нас своя передовая и поэтому нормальные мои коллеги адекватные они все приходят они все как я вам уже сказала отрабатывают потому что это важно потому что не должно быть никакого сомнения потому что мы должны быть едины и сплоченны потому что в этом наши силы это было всегда и это будет всегда потому что планету или там судьбу страны изменить невозможно человек может изменить свою судьбу а страна не может если ты родился страна грабитель вот она и так и будет всю жизнь всех грабить и они не могут поменяться вот потому так а мы если осваивали помогали врачей учителей на все осваиваемые территории отправляли никого не душили никого оспенными одеялами не накрывали не обманывали не резали не грабили а мы всегда несли мир и мы будем такими и никто нас не изменит это уже генетика народа генетика страны поэтому 200 национальностей здесь живет и 200 национальностей чувствует себя братьями никто у нас не выше и никто не ниже у нас просто другая философия мы ну вот мы все русские вот мы все любим друг друга и мы едины и поэтому только так а если кто-то куда-то там смылся сбежал ну испугался какие то я стараюсь так вот я считаю так лежачего не бьют человек который в этот момент вот так поступил он лежачий и мне его конечно же жалко я думаю господи какой он несчастный что же с ним такое бедный несчастный ну приползут они потом приедут будут залезать рано ну ладно народ наш добрый и их простит но вот среди моего круга этих людей не было я их только издалека видела поэтому моя жизнь не изменилась но сейчас многие люди в стрессе все равно и даже те кто не обращались к психологу стали обращаться кто-то какие-то осваивает методики дыхания кто на гвоздях молодцы правильно вот у вас есть какие способы восстановления слушать русское радио да первое у нас вы знаете у нас вообще очень позитивное все и слушать Алуда Влатова на русском радио спасибо но вы знаете у нас правда я работаю на этой станции много лет и я слушаю сама своих коллег ну все кого вы любите слушать вы знаете я вот мне все равно кого в данном случае я и оленина слушаю но себя то я не слушаю вообще никогда не любите слушать себя нет я не люблю слушать себя но это нужно иногда делать для профессионального роста поэтому приходится но это неприятно вот а вот подождите Алла когда вы замечаете что-то прям не нравится в себе ну конечно конечно как же ну естественно безусловно мне кажется что смерть наступает творческой когда человеку все в себе нравится вот поэтому себя слушать не люблю но заставляет руководство поэтому но это действительно полезно нет а Ленин Димка очень позитивный такой я ловлю себя на мысли что вот он что-то говорит ничего вроде смешного не говорит весело там он не юморист ничего но настолько вот душа у него светлая чистая и он так в этой музыке музыка же у нас тоже специально подобранная вот она тоже позитивная она тоже такая какая-то жизнеутверждающая там вот у нас нет вот этой чернухи вот вот этого вот минора такого вот вот этого нет все равно все а и я себя ловлю на мысль что вот я улыбаюсь тот же самый бывает еду на эфир в этот момент Орлов работает Макс Дим Морозов ну то есть вот ребята Света Казарина когда я с эфира еду слушаю сегодня будет у вас эфир да будет у вас гость кто ну вот смотрите мы же в записи да а у меня сегодня летчик-космонавт герой России потому что день космонавтики 12 апреля да прекрасный праздник да Ау спасибо большое вам а вы скажете про этот праздник или вырежете скажете про праздник мы вырежем вырежем да ну днем космонавтики ну это просто отдельно не ну если отдельно я считаю что это вот то что они же сейчас решили выкинуть Гагарина отовсюду то есть они переписывают историю и и в принципе через сто лет если мы не будем об этом говорить через сто лет оказывается что в учебниках будет написано что не мы брали Берлин и что не первый не наш Гагарин нет конечно они есть но дальше то сто лет пройдет там же уже не только учебники будут там же эти люди это естественно поэтому именно это наш праздник 12 апреля это наш праздник потому что это мы открыли всему миру космос спасибо вам большое спасибо замечательно я красивая спасибо спасибо очень понравилось спасибо спасибо у вас теперь очень ждем хорошо это вам спасибо вам большое спасибо спасибо о чем вы мечтаете слушайте у меня их так много этих мечт ну как вы увидите себя через пять лет молодой красивый веселый здоровый счастливый ну главное чтобы у детей все было хорошо потому что конечно да и главное чтобы все близкие были рядом чтобы все были здоровы и не было потерь уж приобретение это это хорошо но это вторичнее а мы вас очень любим и гордимся что вы у нас есть и нас заряжаете спасибо вам спасибо большое спасибо 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 спасибо